Под душевные разговоры в русском доме прошел мастер-класс по изготовлению пелеменей – традиционного русского блюда. Инициатором мероприятия выступил руководитель Центра русской культуры Героида Богданова. Будучи сибирячкой, в детских воспоминаниях Героиды Ивановны навсегда остался огромный стол, за который усаживалась вся семья для лепки пелеменей. Эти пельмени потом раскладывали на противень. Их выносили на мороз. Когда они замерзали, их складывали в мешок, в большой мешок и вывешивали в сарай, в кладовке. И фактически делали на полгода. Даже в тяжелые послевоенные годы пельмени оставались незаменимым блюдом. Только вместо мяса использовали картофель, квашеную капусту. Обладатели особого пельменя со спрятанным орешком, монетой или, например, конфетой считали счастливчиком. В изготовлении теста для пельменей нет ничего особенного – мука, яйца, вода. Весь секрет в начинке. Все зависит от того, какое мясо. Лучше всего, чтобы мясо было половинное. Половина свинины, половина постного. Тогда она вкусная, вкусный пельмень. Ну, еще разные бывают забавы. Знаешь, кто сальце кладет кусочек, кто там добавляет, предположим, что-то интересное с таким. А кушали по-своему. Кушается пельмень. Ну, сейчас майонез, сметана. Но в старые времена мы ели с уксусом. На мастер-класс гостеприимная хозяйка пригласила представителей других национально-культурных обществ Дагуфпелса – латышей, евреев, украинцев, белорусов, татар. Чем отличается украинский вареник от российского пельменя? Украинский вареник изначально вот такой. А потом, чтобы он был похож на пельмень, мы его делаем быстренько вот так. Так, пожалуйста. И вот получается российский пельмень с украинского вареника. Креплах – так называют пельмени в еврейской кухне. Отличить от русских пельменей их можно по внешнему виду. Они не овальные, а в форме треугольника. Однако председатель еврейской общины в Дагуфпелсе Ханон Шперлинг признался, что не прочь полакомиться и русскими пельменями. Пельмени требуют времени большого. У нас все варят, у нас варятся, как и все. Отправив слепленные пельмени в кастрюлю с кипятком, чтобы не тратить время даром в ожидании и нагулять аппетит, участники мастер-класса ознакомились с тремя новыми экспозициями русского дома. Одна посвящена столетию Латвийской Республики, вторая – истории начала XX века, третья – искусство вышивки лентами. Субтитры создавал DimaTorzok